В этом году будет приведен в порядок памятник 10 лет октябрю, расположенный в парке возле бывшего кинотеатра «Октябрь». По просьбе Совета ветеранов местная власть обратила внимание на плачевное состояние памятника, поэтому объект будет облицован керамогранитом. На это будет выделено около 200 тысяч рублей с привлечением социально-ответственного бизнеса. Всего же на благоустройство зон отдыха направят треть суммы государственных субсидий. Все эти зоны, они у нас прошли проекты с метаэкспертизы и прошли все общественные слушания. И у нас их шесть, включая и площадь Свердла, мы называем детский парк. На общественных слушаниях мы принимали решение, приоритет или очередность, куда мы будем направлять деньги в первую очередь. В нашем случае в этом году это порядка 19 миллионов из тех 58, которые приходят, 19 дворов. Оставшуюся сумму 19 миллионов мы направляем на строительство и реконструкцию зон отдыха в районе магазина «Колосок». По территории у Колоска аукцион будет объявлен до 30 мая, а уже в середине июня начнутся работы по возведению фонтана, зоны прогулок и скульптурных форм. Иван Чепрасов отметил, что к благоустройству зон отдыха подключают и социально ответственный бизнес. Так парк в седьмом микрорайоне курирует атомная станция, а бывшие химикомповские пруды – завод минудобрений. В течение трех лет по их планам этот парк должен быть не хуже, чем в любой европейской стране, в любом европейском городе. Я думаю, что они это сделают, причем мы это делаем совместным усилием. Мы тоже не устраняемся. И те обязательства, которые мы на себя взяли в рамках приведения его в порядок, уже в этом году мы их выполняем. Если химикомповские пруды, как мы называем, то проект есть. БМУ, начиная с этого года, а на будущий год уже более активно, будет тоже приводить в соответствие и эту парковую зону. Программа по благоустройству зон отдыха рассчитана до 2020 года. За это время все парки должны быть приведены в порядок.